здравствуйте вы снова на канале айспик альтернативная история северного причерноморья и кавказа и с вами я олег павлюченко в этой части нашего исследования я выдвину гипотезу когда же погибла гиперборея эти четыре острова изображенных на карте меркатора в приполярных областях северного полюса многие из вас видели эту карту меркатора четыре правильных острова посредине озера четыре реки вытекающие из этого озера и посредине этого озера находится гора миру отметка бывшего северного полюса и как мы уже с вами говорили в наших предыдущих частях таких полюсов положений полюсов на поверхности нашей планеты смысле северных было три и вот то положение полюса на которую ориентированы здания санкт-петербурга пирамиды теотеокана и многие другие допотопные объекты как раз были ориентированы на эту гору миру и эта гора миру находилась совершенно не на сегодняшнем месте а находилась она в районе северной гренландии как мы знаем после катастрофы 17 18 веков после потопа вызванного падением луны лели и прицессионного движения земной оси полюс перескочил у нас промежуточное положение в котором находился до середины 19 века до следующей катастрофы вызванный опять войной и падением спутника фата после чего полюс переместился в нынешнее современное положение еще раз замечу что обе катастрофы были вызваны видимо войнами происходящими на земле и в космосе но это пока гипотеза мы наблюдаем с вами следы этих катастроф и обе катастрофы вызвали примерно похожие последствия только катастрофа 17 18 веков вызвала огромную серию цунами перехлестнувших евразию а вот катастрофа 19 века такого не вызвало и основным поражающим элементом ее были просто проливные дожди из воды и песка и еще раз скажу что какая из лун упала первая леля или фата и чем они точно отличались мы пока сказать не можем это будет тема дальнейших исследований но пока я высказал такое предположение что сначала упала леля в 17 18 веках а потом упала фата и отличия их были в том что леля была разрушена перед столкновением с нашей планетой на несколько больших кусков и все эти куски мы с вами практически отследили но я продолжаю эту работу и нашел еще несколько следов падения я насчитал 5-6 кусков упавших на нашу планету от спутника леля и такой перенос чужой массы на поверхность нашей планеты в районе полюсов вызвал большое прецессионное движение из-за чего и произошло цунами из-за проворота гидросферы над литосферой это мы с вами уже все рассматривали в предыдущих частях а вот падение фаты не вызвало этого проворота ну во-первых потому что сама орбита фаты была близка экватору а во-вторых видимо фату разрушили гораздо сильнее перед столкновением землей и мы видим один большой след ее падения в пустыне токламакан но он настолько большой что фактически превратил в равнину горы тибета которые там тоже кстати были и что погибло вместе этого падения куска фаты вообще непонятно как мы с вами знаем в тибете очень много загадок и подземных различных пещер залов и так под всеми горами но хочу заметить что после этого удара одна из больших территорий тибетского нагорья превратилась фактически в равнину а все остальное тибетское нагорье было покрыто складками от сейсмо активности и видимо тогда же появились гималайские горы но это пока предположение но я думаю но не беспочвенное на картах 15 16 17 веков гималайских гор в таком виде нету теперь я немножко затрону комментарии зрителей наших фильмов больше всего мне задают вопрос кто бомбил почему так пишут кто бомбил кто бомбил ставят вопрос но скажу всем пока это не ясно для этого и проводится наша работа не только наша но и огромного числа других исследователей и альтернативных историков чтобы ответить на этот вопрос кто же бомбил в нашем проекте история великой тартарии мы попытались приблизиться к разгадке этого вопроса и мы искали противоборствующие стороны по крайней мере в катастрофе 17 18 веков мы видим какую-то обоюдность применения оружия массового поражения уничтожены и территории мятежной европы и уничтожены территории тартарии а вот после потопа 19 века в катастрофе 19 века мы можем сказать четко что была уничтожена только территория от поволжья и до дальнего востока и в этом видимо и есть ключ к ответу кто с кем воевал но больший ключ конечно в исследовании гипербореи что было такое гиперборея андрей кадыгчанский своих статьях в живом журнале исследовал путешествие монаха-францисканца из франции дыру брука так называемого на территорию тартарии я не буду сейчас заострять внимание на всем исследование кадыгчанского но там приведены интересные сведения о гипербореи в переносном правда смысле что якобы те кто уходит на север с территории тартария как мы понимаем теперь она находилась на месте современного восточно-сибирского и охотского морей так вот где северные территории север не вроде бы ничего нету это прямое указание на существование реально гипербореи в то время так вот кто уходит на северные территории тот возвращается оттуда с течением времени совершенно не постарев вот эти вот сведения дошли до нас из вот этого описания путешествия дыру брука на земле тартарии к могу хану и еще один вопрос который мне часто задают наши зрители а куда же делась вещество из спутников упавших на поверхность нашей планеты но думаю все таки все учили физику и понимают что при столкновении частей спутника с поверхностью нашей планеты выделилось огромное количество энергии произошел практически взрыв и он этот взрыв разметал вещество из которого состоял спутник либо его часть фактически на мелкую фракционную пыль и более тяжелая вот эта пыль так называемый песок осел в местах недалеко от падения этого куска а более легкое вещество конечно мы понимаем что спутник или его часть состояла из многих элементов пластов и различных образований так вот более мелкое все поднялось в атмосферу и разлетелось по всей территории поверхности нашей планеты и размоченная дождями она и собралась это вещество виде той глины который засыпала первые этажи зданий на территории всей земли что в первый раз что во второй но в первый раз мы не забудем что действовала еще и волна и вот этот вот слой глины он был размыт цунами туда была добавлена почва принесенная самой волной содранная с места ее прохождения конечно же большая часть выпавшего вот этого вот грунта глины в перемешку со всем что принесла волна попала в моря то есть пресноводные озера на местах средиземного черного и каспийско-оральских бассейнов и как мы знаем с вами толщина ила в азовском море порядка 100 метров ну такая же например на кстати в черном море туда все было слито со всей территории плюс вот этот вот слой образовавшиеся глины и в северном причерноморье все крепости звезды которые мы обнаруживали они находятся практически на очень небольшой глубине и северное причерноморье почему-то имеет следы реально конкретно потопа 17 18 веков и нету фактически на территории прибрежных черноморских городов следов вот этой катастрофы 19 века а в кубанских городах краснодаре армавире почему-то следы потопа 19 века есть но это пока вопрос будем еще в нем разбираться скорее всего и в потопе 19 века море все-таки волновалась и видимо волны черного моря посмывали выпавший из атмосферы новый грунт к этому вопросу мы еще вернемся но сегодня мы попытаемся исследовать все-таки вопрос гипербореи так что перейдем к самому исследованию и так вот наша планета земля запомним очертания северо-востока евразии и района полюса полюса полюс у нас вот он а теперь возьмем карту меркатора карту приполярных областей нашей планеты и что же мы на ней видим а видим то что карта ориентирована на нынешний северный полюс вот гора миру вот якобы гренландия с исландией вот четыре острова гипербореи но как мы еще раз с вами видим она ориентирована на современный северный полюс и отсюда сразу же напрашивается вывод что меркатор делал эту карту после середины 19 века как мы видим из наших предыдущих исследований когда полюс фактически уже перескочил реально полюс до потопа 17 века 18 был в районе гренландии потом он перескочил от нынешнего полюса юго-восточнее и среди 19 века он перескочил на современное место а вот эта карта сделана с полюсом на современном месте видим а меркатор делал ее по заказу и перенес гиперборею с ее настоящего места в район современного северного полюса при этом нарисовав гренландию который является одним из этих четырех островов карта это имеет достаточно большие искажения сейчас мы это увидим искажение кстати и масштаба и береговой линии гренландия неправильно сориентирована по отношению скандинавии посмотрите угол вот это вот диагональ наибольшей длины гренландии вот она и и сам угол диагонали скандинавии можем прочертить вот этот угол такой а здесь этот угол совсем другой здесь этот угол меньше то есть как мы видим меркатор эту карту перенес большими искажениями и масштаба как мы видим в этой части вот этот вот пролив кстати небольшой это можно сказать гудзонов залив вернее залив этот небольшой он просто момент катастрофы стал гораздо больше и мы это увидим дальше вот он здесь образовался я думаю всем понятно что эта карта у нас действительно перерисовка с какой-то более древней карты но меркатор и и делал совершенно в других целях не навигационных не топографических а в каких-то совершенно других видимо так вот писалась история закроем эту карту а теперь возьмем карту реконструкции одного из исследователей что мы опять видим на этой карте вот она новая земля вот скандинавия вот скандинавия здесь новая земля здесь и вот этот вот реконструктор и не знаю кто это делал за следователь он достаточно правильно перенес саму гиперборею четыре острова в район старого северного полюса который находился в районе гренландии но вот этот вот угол вот этой вот земли так называемого гога и магога или могула и тартара вот эта земля утонула в водах восточных сибирского моря оставив немножко островов вот она то есть она должна была быть здесь она находится здесь и новая земля как мы видим на этой карте она все-таки есть она находится на и как будто бы вот этой вот территории то есть реконструкция немножко неправильная и расстояние здесь между новой землей и вот этой вот оконечностью земли могула и тартара достаточно большая а здесь вот он фактически налегает на скандинавию то есть сдвинута а также мы видим что эта область примыкает к проливу аниан то есть берингова проливу а здесь до берингова пролива еще несколько тысяч километров реконструкция в принципе нормальная по поводу нахождение самой гипербореи но как я уже объяснил вы сами увидели немножко автор не доделал мы попробовали сделать свою река реконструкцию и вот что у нас примерно получилось мы наложили скандинавию так как она и есть новую землю наложили тоже как она и есть подобрав масштаб а дальше у нас масштаб загулял нам пришлось подбирать сюда отдельный масштаб то есть карта была настолько искажена и переносить вот этот участок с той карты прежних реконструкторов который находился вот здесь фактически туда куда он должен быть в район пролива аниан и вот у нас получилось новая земля вот у нас получились те острова вот эта средняя часть мы как будто как блюдца разбили эту карту доложили по кусочкам и как мы понимаем гренландии здесь конечно же никакой нету гренландия здесь один из островов и остров она скорее всего вот этот здесь мы немножко конечно не доработали но мы не старались это сделать мы просто показали берега и в основном севера евразии а теперь самое главное куда же попал тот объект та часть лели которая устроила вот эту катастрофу тектоническую вот мы и видим она попала как раз в берег я сначала думал что она попадет сужу но может она в сушу и попала но вот это вот область еще раз покажу образовалась реально от ее падения еще раз вот а тектонические трещины у нас пошли везде я думаю все поняли и вот эта катастрофа падение этой части лели и опустила литосферную плиту на которой находились могу и тартар в общем как то вот так вот я думаю это реконструкция более правильная чем то реконструкция гипербореи которые сделали предыдущие исследователи и вот у нас старый полюс центре горы миру от сюда вот ориентированы все строения как мы уже говорили и египетские пирамиды и основные оси санкт-петербурга и пирамиды теокана вот так вот все действительно и совпадает но пойдем дальше теперь немного о меркаторе как мы уже с вами поняли мы фактически делая вот эту вот реконструкцию пошли обратным путем меркатор переносил эту часть в район современного северного полюса вот сюда вот принес миру в район современного северного полюса а мы с вами совершили обратный процесс и он это сделал достаточно с большими искажениями откуда он мог перенести гиперборею скорее всего из каких-то действительно точных карт которые тогда сохранялись большая часть карт меркатора как мы с вами видим вот у него 5 карт из гипербореи куда он вообще реально перенес не знаю зачем все они ориентированы на новый северный полюс и здесь даже измерять не надо это четко прослеживается а фрагментарные карты вот у него это все большие карты так ориентированы а вот фрагментарные карты типа той которую мы исследовали ли таврика херсонеская они ориентированы как мы с вами увидели на промежуточный полюс который находился юго-восточнее современного и этот полюс как мы знаем появился после вот этой катастрофы 17 18 века веков и просуществовал до папа до потопа середины середины 19 века после чего полюс переместился в современное положение так что вывод карты меркатора это перерисовки второй половины 19 века со старых подлинных точных карт и судя по искажения масштаба перерисовывались они из карт фрагментарных типа таврики херсонеской поэтому далеки от точности и не имеют кроме историко-политического никакого навигационного или геодезического смысла это иллюстрации измененной истории кстати по исследованиям алексея кунгурова в последнем фильмы которые мы с ним вместе снимали называется он катастрофа 19 века тартария прерванный взлет картины васнецова который который он рассматривал имеют фактически такой же иллюстрационный смысл как карты меркатора и все эти иллюстрации фактически к новым учебникам истории которые писали в конце 19 века для создания фальшивой версии но к сожалению почему мы их рассматриваем у нас других источников кроме этих древних карт нет поэтому как и в хронологии нам придется делать такую же работу и по картам снимать слой за слоем и приводить их фактически нормальное состояние вот еще раз мы посмотрим все практически большие карты меркатора вот это где охватывает весь мир все фактически ориентированы на современный северный полюс хотя в то время до 17 века полюс был в инландии и это я думаю все понимают теперь вернемся к нашей реконструкции положение гипербореи и всей береговой линии северо-восточной евразии мы видим падение части спутника леля я уже вам это показал вот в этом месте мы его с вами реконструировали в нашем фильме луна леля в третьей части этого проекта то есть леля упала в районе береговой линии суши и океана и конечно же задела дектоническую плиту и вообще сушу теперь мы понимаем почему всю эту территорию вот это вот засыпала песком так же как и та воронка которая находится на месте пустыне токламакан вернее пустыня токламакан и есть это воронка от падения части фаты песок материал из которого сделана была это фата состояла разлетелся как раз в районе северной африки ближнего востока а вот здесь вот этот песок полетел вперед сюда часть конечно там в океан упала мы уже рассматривали с вами механизм этого падения разумеется этот фрагмент часть спутника рассыпался фактически в пыль примерно так и мы с вами прекрасно знаем что в этих местах якутии и восточной сибири находятся пески вот они и вот какой слой этих песков на которых послепотопная цивилизация вернее межпотопная существовавшие с 18 посредину 19 века умудрилась восстановить какой-то плодородный слой и высадить тайгу и как я уже говорил происходило это в начале 19 века еще до второй катастрофы вторая катастрофа много из этих деревьев уничтожила и потому в сибири есть досадки деревьев 150 лет недавности то есть их высаживали уже в конце 19 века после катастрофы но подавляющее большинство деревьев 200-250 лет недавности как раз соответствует наша реконструкция вот посмотрите на якутию фактически та же сахара такой же песок материал из которого была изготовлена но я так смело говорю изготовлена потому что я не сомневаюсь в искусственности происхождения спутников земли но чтобы не раздражать тех кто думает о естественном происхождении то есть это материал из которого состояла фактически литосфера спутника леля вот он лежит в якутии а из того чего состояла фата лежит сахаре и на ближнем востоке и кстати очень многие своих комментариях мне задают достаточно странный вопрос а куда делись остатки упавшего спутника некоторые даже себе сами отвечают что они отскочили обратно в космос но они же не мячики и никуда не отскочили при выделении энергии которая возникает при столкновении мы прекрасно понимаем то есть такой удар он просто измельчил то есть чего состояла леля или фата и все это превратилось вот в такой вот песок в песок превратились более твердые и тяжелые породы превратились песок и осели недалеко от эпицентра а более легкие поднялись в атмосферу и достаточно долго в ней находились пока действительно дожди не прибили их земле и теперь посмотрев на вот эти вот фотографии мы понимаем на какой же глубине на востоке евразии находятся остатки городов и поселений которые были действительно каменными и имели античный вид но кстати много в сибири и выделяющихся из рельефа местности валов которые также засыпаны достаточно толстым слоем песка примерно вот такие там и крепости звезды смотрим в сибири есть еще достаточно много валов это заволжская линия который действительно засыпаны толстыми слоями песка из-под толстого слоя песка проступает то что было или то что находится внизу и видимо это достаточно большие сооружения как мы уже говорили более мелкие частицы после удара и взрыва произошедшего от выделения энергии упавшего спутника вернее его части разлетелись в разные стороны и разнеслись ветром фактически по всей атмосфере планеты и осели они по всей территории земного шара прибитые к поверхности ливнями а ливни происходили как мы знаем из-за изливающейся гидросферы спутника леля притянутого землей гидросфера как вы понимаете упала вместе со спутником но там механизм который мы уже достаточно хорошо описали перетягивание этой гидросферы она начала изливаться еще до самого столкновения но после него много воды находилась в атмосфере и дожди видимо шли очень долго вот поэтому слоями этой самой глины засыпаны и возвышенности куда вода 7 смесь песка и воды затечь вверх не могли и этот вопрос вызывает очень много споров среди альтернативных историков как так засыпаны фактически возвышенности и высоты так вот это и объясняет слои глины засыпавшие первые этажи зданий по всему миру вот они как засыпаны это мы с вами уже много раз все видели вот какие слои и получается что то чем засыпала сыпалась сверху с атмосферы виде пыльных бурь как говорит опять же алексей кунгуров но смоченные водой они превратились вот эту вот глину а если бы их не смочила они бы еще долго носились по поверхности земли эти частицы и пыльные бури продлились бы несколько столетий он может не столетие десятилетий и вот этот вот весь процесс который мы здесь видим происходил действительно средине 19 века вот мы видим все эти здания кирпичной постройки все здание 19 века но и в потоп 17 18 веков происходило примерно то же самое только в тот момент еще и действовала цунами которые было основным поражающим фактором той катастрофы и цунами было очень большой высоты видимо в самом начале вместе перехода границы евразии северного ледовитого океана высота волны составляла около километра потому что докатившись фактически до черного моря каспийского моря средиземного это высота волн была в районе 300 метров это мы будем тоже дальше еще изучать так вот в азовском и черных морях слой ила на дне около 100 метров это слой конечно же не только той глины но и всех почв которые перемешку перенес потоп то есть что я хочу сказать что в потоп 17 18 века вот этот слой глины был смыт волной и волна потопок проходя собирала грунт со всех проходящих территорий и раскидывала снимая при этом большую часть грунта потому последствия засыпки грунтом тех сооружений в момент потопа 17 18 века сейчас сильно неявны и мы фактически везде видим только следы вот этой глины 19 века при потопе 19 века вызванного падением фаты в районе тибета пустыни токламакан более тяжелые частицы разрушенного взрывом от выделения энергии этого самого куска засыпали северную африку и среднюю азию вот что произошло тогда мы уже показывали то есть вот это следы 19 века место падения части спутника и вот как мы рисовали сюда полетел песок но как мы говорили нас до настоящего времени пустыни здесь существуют и никто не может их засадить растительностью а то что произошло в якутии такой же выброс песка прежняя цивилизация погибшая как раз таки 19 веке смогла локализовать и все-таки засадила это лесами как раз таки всю вот эту территорию а вот более легкие частицы как я опять говорю и повторяюсь разлетелись по всей атмосфере и осели пыльными бурями опять по всему миру опять объясняю следы глины 19 века но вернемся гипербореи я думаю процесс потопов причины их происхождения причины происхождения слоев глины засыпавший первые этажи а также образование пустынь всем понятны так вот что до 17 18 веков происходило на в нашей планете как мы с вами знаем существовали районы тартарии находящиеся сегодня на дне восточно-сибирского моря и на дне современного охотского моря сейчас мы не будем дальше лезть в японию в корею тут тоже многие уже видели эти ролики достаточно большого числа исследователей которые показывали предыдущую форму японии и мы это с вами тоже рассматривали в четвертой части но все-таки остановимся на самой тартарии вот здесь был камбалу вот здесь был тендюк тартар могу от этой территории остались только вот эти вот острова и то что это было именно так у меня в принципе сомнений нет вот карта района камбалу находящегося сегодня на дне охотского моря вот у нас карты которые мы тоже с вами достаточно много рассматривали вот опять эти области тартара и могула я думаю это не фальсификации карты конечно же восстановлена из чего-то но эти территории все-таки действительно существовали видимо фальсификаторы истории в конце 19 века не сразу имели такую версию которая на сегодня а долго думали как скрыть всю информацию на хождении центральных частей тартарии именно на востоке и поэтому на ранних своих этапах работы они фальсифицировали карты с этими территориями а потом их просто сложили и куда-то спрятали и вот только сегодня эти карты начали попадать в интернет и получили какую-то широкую огласку и еще раз повторюсь вот эта с фальсификация делалась уже после шлёцера миллера и байера не в конце 18 века а в конце 19 века после второй катастрофы теперь мы опять вернемся гиперборе существовала ли она действительно в таком виде как она нарисована на картах меркатора до 17 века вернее существовала над до 17 века но и будут рассказывать что она существовала раньше погибла 10 тысяч лет назад но я думаю меркатор не фантазер и нанес ее действительно со старых карт как она и была только немножко поменяв ее местоположение передвинув как мы уже с вами говорили в район современного северного полюса а на этой реконструкции мы ее вернули с вами обратно по моему мнению сами очертания этих четырех островов были до 17 века но скорее всего эта территория была пустынная когда же ее покинули жители я думаю здесь нужно обратиться к лесовым из его трудов мы видим что гоплогруппы r1a1 и r1b пришли в евразию с севера скорее всего с этой же гипербореи и произошло это семь или пять тысяч лет назад то есть от семи до пяти тысяч лет назад но опустела ли гиперборея тогда это вопрос судя по отсутствию на ее территории населенных пунктов на картах меркатора можно сделать вывод что она была все таки пустой только очертания оставались и в отличие от как раз от областей с тех же карт меркатора камбалу могола и татара где нанесены были все населенные пункты территории на территории гипербореи практически никакой информации о населении нет и разумеется населенных пунктах здесь можно сделать вывод что катастрофа в гипербореи произошла раньше 17 18 веков но что это была за катастрофа пока не понятно есть карты где гиперборея соединена с материком севером евразии перешейком может быть та катастрофа 7 или 5 тысяч лет назад уничтожила этот перешейки остатки людей гипербореи бежали в евразию но это пока только догадка мы понимаем что окончательно разрушил эти четыре острова вот этот вот след от падения части лели и этот же след вызвал расколы земной коре и вызвал большую тектоническую активность в этом регионе которая изменила очертания и гудзонового залива видимо вот он был раньше маленький а потом стал большой вызвала прицессию оси вращения нашей планеты и образовала 17 18 веке перелив вот северного ледовитого океана через евразию это мы с вами тоже рассматривали в предыдущих фильмов но пока мы делаем или пытаемся сделать вывод по гипербореи действительно ли она была таких вот очертаниях до 17 18 веков до этой катастрофы но я думаю примерную картину того что происходило с гипербореей я попытался нарисовать может у кого-то возникнут свои соображения по этому поводу но я еще раз повторю все свои доводы я строю только на следах которые мы обнаруживаем на поверхности нашей планеты и как вы уже поняли катастрофу такого масштаба как опускание литосферных плит тех мест мангула тартара охотского моря раскол самой этой гипербореи изменения полюса могли вызвать только очень серьезные причины со мной очень часто спорят что это не ели они фата они упали гораздо раньше но всем этим людям я скажу просто посмотрите эти следы которые мы с вами исследовали в предыдущих фильмах в этом фильме они все находятся в районе траектории или орбиты какого-то небесного тела конечно же мог быть землей захвачен какой-нибудь астероид который также крутился попал на ее орбиту а потом падая его разрушили он также упал но это маловероятно астероид как правило просто одним разом ударяется в землю а здесь падали объекты которые находились на орбите земли и все их следы падения под этой траектории и особенно это хорошо видно на том следе то есть первый удар лели был нанесен в приполярную область а крайний кусок упал фактически в районе антарктиды и южной америки разделив их так называемым проливы драйка то есть этот кусок продолжал движение фактически по траектории по орбите самого спутника лели но вернемся гипербореи было ли гиперборея до катастрофы 17 18 веков обитаема или нет мы пока не знаем но то что она действительно была по крайней мере форме этих четырех островов я думаю сомнений ни у кого нет меркатор конечно же не нанес на ней никаких городов на этих четырех островах нету никаких следов названий либо еще чего-то что могло бы нас натолкнуть на какие-то более глубинные исследования но отсюда вывода только два либо эта территория была закрыта для людей и там действительно жили те асы которые и управляли цивилизации ариев либо это было как-то по-другому пока мы вывода окончательно делать не будем и конечно же второй вариант что эта территория была пустынная и просто туда никто не ходил и асы там обитающие погибли задолго до 17 18 веков у кого есть опять какие соображения не стесняйтесь пишите будем думать с вами вместе но я пока не нашел никаких отчетливых объяснений этому вот феномену существование гиперболеи хотя бы с такой береговой линии и в относительной целостности до 17 18 веков есть легенды есть всякие эзотерические знания о существовании асов как покровителей нашей цивилизации арийской но это пока не доказано но и не опровергнута конечно же многие доказывают существование в городе санкт-петербурге на первых двух этажах огромных высот потолков по 6 метров что эти первые этажи знаний были предназначены для кого-то высокого типа асов а верхние 3 4 этаж для людей ария но это пока тоже вопрос и еще отвечу на один частый комментарий многие пишут что объект там несколько десятков километров упавший на нашу поверхность уничтожит на ней все живое так вот здесь есть тоже ответ представьте нашу планету до этих катастроф давление больше чем четыре раза современного давления биосфера в несколько тысяч раз тяжелее современной представьте совершенно другие виды животных представьте огромные деревья типа секвой калифорнийских деревьев практически по 200 метров и это фактически было по всей планете так что для оценки последствий этих падений нужно просто представлять что было и что осталось так вот может быть по сравнению с тем что было сегодня практически ничего и не осталось типа марса пример марс сейчас на марсе давление 0,3 земного то есть у них атмосфера осталось еще меньше и скорее всего там живут просто мхи и какие-нибудь насекомые которых вот нам не показывают много инсайдерской информации по этому вопросу что на марсе кто-то видел и жуков и какие-то остатки деревьев но представьте все-таки землю при давлении в четыре раза выше при отсутствии наклона ее оси то есть смены зимы лета и вы поймете насколько губительными были для земли все эти процессы и то что сейчас осталось это очень маленькая доля того что действительно было до этого на этом я заканчиваю эту тему подписывайтесь на наш канал ставьте лайки оставляйте комментарии а в следующей части этого проекта я попытаюсь сделать полную реконструкцию того что происходило на нашей планете за последние 300 лет с точки зрения физических процессов до свидания